Болезнь мирового масштаба. Ежегодно от рака молочной железы погибает 300 тысяч женщин. И с каждым годом количество заболевших увеличивается на миллион. В нашей стране с таким диагнозом живут 15 тысяч украинок и почти половина из них в Запорожской области. Как распознать недуг на ранней стадии и победить его – далее в сюжете. Нина Алексеевна о своем диагнозе узнала почти 10 лет назад, но смогла победить болезнь и даже стала помогать советами женщинам, попавшим в такую же ситуацию. Уже 6 лет работает волонтером в общественной организации. Страшного нету ничего. Главное – не унывать и не падать духом. Запорожские общественники и медики за круглым столом обсуждают, как победить рак. Говорят, болезнь помолодела. В группе риска могут оказаться и 20-летние. Всего в Запорожской области более 6 тысяч пациенток. Чаще всего причинами опасного недуга стоят наследственная предрасположенность, различные ушибы, травмы и даже неправильно подобранная одежда. Медики настойчиво рекомендуют регулярно обследоваться, в том числе самостоятельно. И при первых же подозрениях – идти к врачу. Ведь на ранних стадиях рак излечим. В наших лечебных учреждениях и у нас есть достаточная диагностическая база, достаточная квалификация специалистов, всех звеней, достаточная взаимосвязь с областным онкодиспансером, для того, чтобы вовремя поставить диагноз и провести качественное лечение. В первой стадии, если это без метастазов идет, именно действительно первая стадия, то из лечения выходит 98% случаев. Не надо думать о том, что вы пришли и мы вам сразу сказали, что операция, удаление молочной железы, полностью все. Нет, это все обсуждается. Обсуждается не с одним врачом. Мы 28% не удаляем грудь. На учете в общественной организации «Победим рак» более тысячи тех, кто перенес операцию. Женщины проходят тут реабилитацию, ведут разговоры по душам и даже получают юридическую поддержку. Ведь проблему пациенток и после выздоровления хватает, отмечают общественники. У нас, допустим, нет санаторно-курортных путевок, которые считают, что онкобольные не должны проходить в санатории противопоказанное. Понимаете, бытует такое мнение. Ввести коммунальные услуги, чтобы были хотя бы оплаты коммунальных услуг на 50%. Общественники намерены и в будущем отстаивать права своих подопечных. А значит, придется еще не раз собраться за круглым столом и вместе искать выход даже из самых сложных ситуаций.